11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанович. И Светлана Занько, добрый день. Сегодня четверг, 27 сентября, на часах 11 часов 6 минут. Поделимся по традиции в начале нашей повесткой. Она сегодня достаточно обширная и продолжительная. Я издалека, если позволишь. После 14.30 слушайте программу «Сегодня говорит Киров». В студии побывал у нас начальное телоуправление по Первомайскому району Вячеслав Семаков. Рассказал о том, какие программы благоустройства реализовывались в районе этим летом по ПМИ. 14.30. 14.30, да, я не ошибся. После 14.00 слушайте программу «Крупный план», гостем которой стал Александр Кислухин. Это руководитель компании «Кировсигнал». Мы с ним очень интересно, очень подробно поговорили об установке новых светофоров, о модернизации старых, о том, когда на улицах нашего города появится так называемая «зеленая волна». Очень интересно, и автомобилистам, и пешеходам. После 13.00 программа будет «Особое мнение», как обычно. Наши гости сегодня Марина Копырина, президент адвокатской палаты Кировской области. Там тоже много информационных поводов накопилось, в частности. Отменили бесплатную помощь? Там есть какие-то коррективы, все-таки не все так плохо. Ну, я думаю, что подробности мы выясним непосредственно. Марина Николаевна в особом мнении. Да, совершенно верно. Во втором части дневного разворота после 12.00 к нам придет Владимир Шабардин, уполномоченный по защите прав ребенка в Кировской области. И несмотря на то, что уже октябрь на носу, мы все-таки подведем итоги летнего отдыха наших детей в загородных лагерях. Раньше это сделать было невозможно, потому что все необходимые отчетные документы только-только сформированы. Последние отчеты на этой неделе, насколько я понимаю, только-только еще идут. Совершенно верно. И мы видим по Фейсбоку, что Владимир Валерьевич все еще посещает и посещал различные детские учреждения, в том числе и детские дома с проверками. И я вам хочу сказать, что пусть это и не касается вот сейчас, в данный момент, загородных лагерей, но нарушения те же самые, особенно на кухне, я бы сказала так. В первом части мы сегодня освещаем тему, которую обещали вынести в наш эфир, обещали на одной из программ «Урбан». Речь идет о наружной рекламе в городе Кирове. Это программа «Урбан», которая была посвящена 5 сентября. 5 сентября, да. Она есть на сайте hakiro.ru, где мы говорили о необходимости введения стандартов в разных направлениях в городе. И мы заговорили о рекламе, потому что к ней достаточно много претензий. Это вопрос дискуссионный, и довольно давно он дискутируется в обществе и в профессиональном сообществе, в том числе не только рекламщиков, но и бизнеса прежде всего. Чиновники, конечно, не участвуют, и горожане. Так вот, вчера на заседании городской думы этот вопрос докладывался, обсуждался и был предложен к принятию. То есть был ряд предложений оформлен от МКУ «Городская реклама», простите. И эти предложения должны были обсудить депутаты и принять. Не приняли, двух голосов не хватило до принятия. Были озвучены некоторые претензии, мы их сегодня тоже здесь в этом эфире озвучим. Но надо сказать, что сити-менеджер Илья Шульгин сказал следующее. Жители домов не могут делать то, что им угодно. Есть определенные правила. Мы выявили у нас в этой нормативной части пробел, что касается рекламы, которая позволяет делать из нашего города то, что мы видим, если выйдем на улицу. Сейчас это все регламентируется. Давайте сначала представим, конечно, нашу гостью. Докладчицу вчерашнюю. Совершенно верно. Юлия Двойнишникова, директор компании «Городская реклама». Юлия Михайловна, добрый день. Добрый день. Муниципальное казенное учреждение, да, надо еще раз подчеркнуть. Совершенно верно. Подчеркнулась, да. Юлия была у нас на программе «Урбан». Мы тогда решили, что это серьезный вопрос, его нужно подробно разобрать. И целую часть сегодня посвящаем этой истории. Что же происходило вчера на Городской думе? Был доклад, этот доклад был, эти предложения, конечно, были заранее опубликованы, и депутаты имели возможность ознакомиться, но эти предложения не приняли. Давайте начнем с тех предложений, которые у вас есть, о чем вы говорили, какие правила хотелось ввести в нашем городе. Поясню крайне тезисно. Во-первых, первое изменение, которое мы хотели внести, оно касается часть запретразмещения рекламных конструкций на многоквартирных домах. касается этого того, что мы ограничиваем этажность размещения рекламных конструкций, а именно на многоквартирных домах этажностью 5 и менее мы хотим запретить размещение рекламных конструкций, а также на иных объектах недвижимого имущества этажностью менее 3. Вообще запретить? Да, совершенно верно. То есть наши многочисленные хрущевки пятиэтажные, они, собственно, как раз попадают в этот список? Совершенно верно. Следующее изменение, которое мы планируем также ввести в будущем, это определение необходимого минимального размера информационных полей на ряде рекламных конструкций, а именно это бренд-маурное панно и медиафасад. А если проще? Если проще, то под бренд-маурным панно мы понимаем баннер, который натянут на определенный каркас, деревянный или металлический. Растежка. Ну, можно и так сказать. Далее медиафасад – это экраны, которые тоже сейчас становятся довольно-таки популярными. Электронные панно такие. Да, 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 совершенно верно. И как раз-таки для данных рекламных конструкций мы устанавливаем минимальные размеры информационного поля. На многоквартирных домах мы устанавливаем размер, это от 100 квадратных метров. Для иных объектов недвижимого имущества здесь как раз у нас идет размер от 50 квадратных метров. Следующие изменения, которые мы планируем ввести, это опять-таки в рамках того, что мы хотим, чтобы город как раз-таки был у нас окружен уже более-менее современными технологиями распространения рекламы, а именно это опять-таки вернемся к медиафасаду и так называемой проекционной установке, которая выводит определенную проекцию на фасад здания. Для данных видов рекламных конструкций мы предлагаем сократить расстояние до объекта культурного наследия, а именно сейчас у нас пока что действует расстояние в 100 метров, а именно для этих рекламных конструкций мы хотим установить минимальное расстояние в 45 метров. Далее и еще одно изменение, которое мы вводим, это то, что вне территории общего пользования мы разрешаем размещать рекламные конструкции с информационным полем не более 2,16 квадратных метров. Так, это такая небольшая конструкция, да? А что значит вне пространства общего пользования? Вне территории общего пользования. Например, что это? Ну, то есть это территории либо многоквартирных домов, в том числе самая распространенная, да, либо частная территория. Давайте вспомним, давайте поясним, откуда именно вот такие предложения взялись, что берется за основу, поясните, пожалуйста. Совершенствование архитектурного облика сложившейся за стройки муниципального образования города. Ну, я понимаю, что такая фраза, да, фигурирует в документах, но что за ней скрывается все, если попытаться простым человеческим языком? Ну, Илья Вячеславович тоже об этом говорил, о том, что у нас действительно визуальный шум присутствует на территории нашего города, и в связи с тем, что нам необходимо город наш привести в порядок, в той же части, что и по размещению рекламной конструкции, поэтому были рассмотрены соответствующие предложения, и было решено о том, что мы должны выйти с данными предложениями на Кировскую городскую думу, на заседание Кировской городской думы, чтобы было и сделано. Не, не, уж для понимания, как велась эта работа? Вы брали какие-то планы, карты, фотографии? Вы и ваши коллеги все это сидели подробно, изучали, сверялись с какими-то нормативными актами? Да, практика, конечно же, непосредственно рассматривалась крупных городов. Ну, естественно, это, ну, первонаперво, это Москва, Казань. Вот, и после того, как мы обработали достаточно-таки большой объем, как раз-таки, тех уже нормативных правовых актов, которые применяются у нас в иных муниципальных образованиях, мы сводно определили, что нам необходимо внести для того, чтобы улучшить архитектурный облик города, ну, и, соответственно, были оформлены соответствующие предложения. А эти документы Москвы, Казани, они вами официально запрашивались или что? Консультант плюс официальные документы, которые действуют юридически. В открытом доступе, вот эти нормативные акты, да, ими пользовались. Когда началась вообще эта работа? А работа вообще в целом... По формированию, да, вот этих новых подходов. Именно новых подходов, направлений. Она была начата у нас в конце зимы, начале весны, то есть это где-то примерно марта-апрель месяц. Этого года? Да. 2018-го? Да, да. Так. Сколько человек над этим работало? Хотелось бы, чтобы в процессуальные вопросы немножко нас погрузили. Ну, структурные подразделения администрации, естественно, были втянуты в эту работу, в том числе это мы непосредственно, как разработчики, мы предлагали. Это соответствующее направление. Ну, и, естественно, затем уже и правовой департамент подключался, непосредственно и первый заместитель главы администрации города Кирова Александр Евгеньевич, и Илья Вячеславович... осматривал эти поправки, и, соответственно, мы с ними... Было принято решение о том, что мы выходим на Думу с этими предложениями, ну, и мы оформили соответствующий проект решений и вышли. Прервемся сейчас на полминуты. Мы еще должны поговорить о том, все-таки, на каком основании мы понимаем, что опыт городов использовался, но все-таки чем обоснованы эти новые нормы, да, исходя из чего и другие города их принимали. Дальше мы поговорим о том, почему депутаты, собственно, не приняли в данный момент эти поправки. Ну, это больше к депутатам надо обращаться. Ну, у нас есть, собственно говоря, заявления, которые звучали, и, наверное, все-таки Юлия сможет тоже пояснить. Наши коллеги, ты имеешь в виду, да, бизнес-товости в Кирове, опубликовали большой материал по итогам. И надо будет вспомнить еще о том, что в начале года, как раз, когда началась работа над этими поправками, достаточно большой был шум и резонанс по поводу того, что будет запрет на рекламные конструкции на некоторых жилых домах. Тогда речь шла о многоэтажках, и у нас в эфире как раз жители высказывали, тревожные опасения о том, что они потеряют некий доход от сдачи в аренду под рекламной конструкцией фасадов своих домов. Вот об этом тоже поговорим после короткого перерыва. Новые подходы к размещению наружной рекламы в городе Кирове мы сегодня обсуждаем в нашем эфире. Юлия Двойнишникова, директор компании «Городская реклама». Это муниципальное казенное учреждение у нас в гостях. Вот мы выделили четыре основных направления, по которым разрабатывались поправки в правила благоустройства нашего города. Напоминаю еще раз, что предлагалось на зданиях ниже пяти этажей рекламу не размещать совсем. Дальше минимальный размер баннеров вводился. И у меня есть вопросы по этому поводу. Медиаплатформы и проекционные площадки. Там определялся их расстояние до объектов исторического наследования. И определялся размер баннеров рекламных конструкций, которые будут устанавливаться вне территории общего пользования. Но раз уж у нас возникли тут с Володей в перерыве все-таки вопросы по этим пунктам, недопонимание некоторое. Давайте мы их зададим, потому что, возможно, и у наших слушателей тоже нет. Давайте начнем прямо с первого пункта. Почему в поправки вошли только здания ниже пяти этажей? А почему высотки не обсуждались? У нас очень хороший пример. Здесь в центре города далеко ходить не надо на театральной площади. Здесь стоит достаточно большое количество зданий и пяти, и выше этажей. И на них висят постоянно, меняются разноформатные, разноцветные баннеры, световые буквы какие-то, и короба многоэтажки. Почему сейчас не рассматриваются? Мы начнем объяснять с того, что, во-первых, необходимо было нам разограничить, что такое средство наружной информации, то, что у нас в правилах внешнего благоустройства закрепляется, и что такое рекламная конструкция. Это правило размещения рекламных конструкций. У нас регулируются, опять-таки, эти документы, они все принимаются решением Кировской городской думы. И в данном случае мы сейчас пока начинаем работу с рекламными конструкциями. И в данный момент мы основывались на том, что у нас законом определено, что орган местного управления может в праве определять типы, виды рекламных конструкций и требования к данным рекламным конструкциям. И, соответственно, для того, чтобы на пятиэтажных многоквартирных домах не размещалось огромное количество рекламных конструкций мелкоформатных, соответственно, было принято решение о том, что нам необходимо с пятиэтажных многоквартирных домов убирать рекламные конструкции. И с нежилых зданий этажностью менее трех этажей. Вот представьте себе перекресток улиц Сваровского и Октябрьского проспекта напротив ЦУМа, прямо по диагонали. Там стоят старые, это не хрущевки, это такие полусталинки. Да, конечно, старые, ну, старые. Чего говорить? Ну, они такие, да, но как-то обидно все равно. Балые. Старые. Старые дома, не новые. И вот этот угол, он и противоположный, он весь испещен разноформатными рекламными конструкциями. Там тебе и световые короба, там тебе и какие-то, не знаю, плакатики, и какие-то баннеры. И, как вы сказали, информационные конструкции. А это, мы уже поняли, это вывески. Да, вывески, это как бы не реклама. Многие жалуются на такую пестроту. Вывески магазину, в смысле? Да. Многие жалуются на такую пестроту. И вот этими правилами вы вывески оставляете, как информационные конструкции, а реклама вся убирается. Да. Совершенно верно. Что же с многоэтажками? Почему дома свыше пяти этажей, многоквартирные дома, не рассматриваются в этих поправках? В данном случае это сопряжено с тем, что у нас также есть еще одно положение, которое мы вводим правилами размещения рекламных конструкций, новыми проектами, о том, что определяется максимальный размер для размещения того или иного вида рекламных конструкций. То есть здесь у нас определяется то, что брендмаурное панно у нас должно быть... Это баннер, брендмаурное панно. Да. Баннер на металлокаркасе, на деревянном каркасе, должен иметь квадратуру не менее 100 квадратных метров. То есть минимальные все-таки параметры вводятся. Не менее 100 квадратных метров. Ну, то есть 10 на 10, да? Ну, да. Довольно внушительная такая штукенция, да? Следовательно, пятиэтажные дома у нас в данном случае, они уже невозможно разместить. А зато на многоэтажках не будет пестроты. То есть если висит баннер, то большой один, например, или два. Совершенно заметный. А нет 132 маленьких кусочка или лоскутка. Вот почему минимальный. Я тоже хотела как раз задать этот вопрос. Тут, конечно, бизнес бы, конечно, послушать. Потянет вообще такой баннер? Так они такие висят на больших домах. Большой, да? Дома возвышаются над пятиэтажками, и издалека нужно видеть баннер. Но все-таки есть прецеденты на Юго-Западе. Вот я многое видела, когда маленькие висели такие вот баннеры. И если едешь по улице Воровского со стороны производственной, то же самое можно наблюдать. И так на высоких домах только большие баннеры могут висеть, ну и другие рекламные конструкции. А что касается проекционных каких-то рекламных конструкций, я все-таки не поняла. Разве у нас есть такие? Что значит проецировать на здании? Где-то стоит проектор, и он что-то там высвечивает на здании? Как раз сейчас пока что на территории муниципального образования города Киров такие рекламные конструкции у нас еще пока не устанавливают. А зачем вы об этом подумали? А потому что у нас одним из видов рекламных конструкций опять-таки определено проекционная установка. Проекционная установка, в свою очередь, она устанавливается на каком-либо месте объекта недвижимого имущества. И, соответственно, своими лучами она распределяет информацию на огромные, так скажем, площадь может распространить. То есть она сама по себе установка не так травматична для, в том числе, и близлежащих домов, которые расположены непосредственно в близости от объектов культурного наследия. Ну и, соответственно, в данном случае это уже более современная технология подачи информации. И как раз-таки мы все-таки хотим, чтобы у нас и город был более-менее современный. То есть вы тем самым подталкиваете бизнес к тому, чтобы вот эту технологию современную использовали. Рассмотрели и использовали. То есть у нас сократилось состояние до исторических объектов. Именно для двух рекламных конструкций, видов. Со 100 метров до 45. В центре города, где много таких объектов, невозможно было раньше использовать такие конструкции. Сейчас разрешается, но еще раз, это некие медиа-конструкции и проекционные конструкции. Ну, там, например, Володь, даже украшение города к какому-то празднику невозможно сделать, если расстояние 100 метров до исторического объекта в центре, да. А сейчас можно будет, если там меньше 50, даже 45 метров. В небольшом разу, да, собственно, сокращается. И не надо будет вбивать гвозди, натягивать деревяшки, вернее... Портить фасады. Портить фасады и прочее. И все-таки, несмотря на то, что в перерыве попытался Володя разузнать, что такое рекламные конструкции вне территории общего пользования, я до конца не поняла. Если мы говорим о домах и дворах, то двор — это территория общего пользования? Двор, мы, смотрите, в данном случае мы должны рассматривать территорию как земельный участок, отводимый под определённые какие-либо цели. А под многоквартирными домами земельные участки — это территории вне общего пользования. То есть это непосредственно территория, которая необходима для целевого использования непосредственно самого многоквартирного дома, на котором размещается то или иное здание. И всё, что связано с территориями общего пользования, это для неопределённого круга лиц. То есть здесь могут ходить, путешествовать, размещаться у нас газоны и так далее. А всё, что касаемо территорий, которые отводятся под многоквартирные дома, это не территорий общего пользования. А всё-таки поясните нам, вот этот четвёртый пункт. Определён размер рекламной конструкции для конструкции, которая размещается вне территории общего пользования. Так где они размещаются? Это газон? В основном, да. Это газоны в основном, да? То есть это информационный щит какой-то или что? Это рекламная конструкция, которая размещается на земельном участке, на территории либо общего пользования. Мы не понимаем. Вы нам скажите проще. Вот газон относится к такой территории? Это всё отводится под земельный участок. Где проходит граница земельного участка? То есть возможно, что часть газона относится к территории общего? Общего пользования возможно и нет. Но границы определены, да. У нас много таких конструкций, которые стоят вне территории общего пользования? Сейчас у нас, если брать в расчёт схему размещения рекламных конструкций, туда, куда вносятся у нас места, на которые устанавливаются рекламные конструкции, это в основном на земельных участках, то это порядка около 40-50, где-то вот так. И это вот такие большие щиты, которые? Ну, в том числе, смотря каким образом они внесены в схему. Где-то еврощиты, где-то более мелкие конструкции. А вот этот размер, 2 метра 16 сантиметров квадратных, это размер какой конструкции примерно, с чем это можно сравнить? Чуть меньше. Знаете, остановочный павильон, там, где у нас пилоны установлены, вот пилоны у нас имеют площадь информационного поля 4,32. То есть это ещё меньше, совсем небольшие. Понятно. Ну, вот эти поправки были внесены на городскую думу и не были приняты. С какими возражениями вы столкнулись? Какие вопросы вам задавали ваши избранники? Самый основной вопрос, затрагивались опять-таки интересы жителей многоквартирных домов. Всё. Вот это самый пресловутый... Интересы в смысле финансовые? Что они перестанут получать с этого денежка? Да. Ну, вот это вот странно, потому что, ещё раз, вот мы когда делали этот эфир, делали весной, и потом речь шла как раз о многоэтажках, а не о пятиэтажках. Я это помню очень хорошо, именно многоэтажные дома, и тогда сами жители говорили, что представители управляющих компаний ходили, оповещали, что вот готовятся такие поправки, и вы потеряете доходы. Тут в эфире нам прям говорили жители. И они очень волновались, потому что денежки, что называется, вот тебе и крылечка, или там детская площадка, или ещё что-то. Ну, там сумма. Несколько десятков тысяч рублей в год. Да, разные там были суммы, о пятиэтажках речь не шла вообще. И тут они вдруг всплывают. Я даже не припомню, ты припомнишь, что... А ну, хотя вот именно вот почему-то не хрущёвки, а я вспоминаю такие полусталинки какие-то вот завешенные, потому что они выходят на центральные улицы своими фасадами. Вот они были завешены. И, значит, и здесь вот депутаты были против. Но не все, да? Там вот я вижу, Владимир Журавлёв активно высказывался на эту тему. Надо будет его в особом мнении тоже поспрашивать, чем он обосновывает свои претензии. Ну, в частности, Владимир Вениаминович ссылался на то, что предлагаемые изменения противоречат федеральному законодательству. Да, но ему парировал Илья Шульгин, который сказал, что все документы, которые вносятся в Думу, проходят правовую оценку, и прокуратура не имеет никаких претензий к этим поправкам. Они абсолютно законны. Интересный момент, мол, любые же собственники смогут на нас в суд искпадать и выиграют его. Глава администрации сказал, пусть сначала подадут и выиграют. Посмотрим. Так и интересная позиция. Прервемся на полторы минуты. Из разряда нашла коса на камеру. Да, прервемся на полторы минуты. У нас реклама. И продолжим разговор о рекламных же конструкциях, наружных рекламных конструкциях в городе Кирове. Мы обсуждаем поправки, которые вносились вчера на Городскую Думу. И теперь нужно понять, что с ними будет дальше, с этими новыми правилами. Представитель муниципального казона учреждения, директор компании «Городская реклама» Юлия Двойнишникова у нас в студии. Мы говорим о новых подходах к размещению наружной рекламы в Кирове. Постарались максимально понятно объяснить, какие именно изменения предлагают внести в правила благоустройства города Кирова МКУ «Городская реклама». Мне кажется, что мы смогли это сделать, по крайней мере, ну не знаю, мне все понятно. У тебя, Володя, остались вопросы по этим правилам, параметрам? Нет, по правилам, да, мне более-менее все ясно. Просто мне вспоминается, помнишь, да, в этом в Урбане звучал записанный мною отрывок разговора с замглавой архитектуры города Ижевска. Меня тогда очень впечатлили его слова. Я его спросил, а как вообще эти изменения, ну, про дизайн-код мы говорили, как эти изменения внедрялись, и как восприняла его общественность, и бизнесмены, вот, меня очень поразило то, что он сказал, что 50 на 50, да, такие люди из 90-х остались, которые... Хотят вот этого скутное одеяло. Хотят, чтобы это было чем кислотнее, чем ярче, тем считают лучше. Да, и 50, еще одна половина более цивилизованных уже предпринимателей, которые прекрасно понимают, что нужно соответствовать уже определенным требованиям. То же самое нам Москва говорила, что просто жестким решением администрации Москвы, правительства Москвы были внесены эти правила. Поэтому, наверное, ничего удивительного, что и у нашей Думы возникают разноречивые мнения, но всего лишь два голоса там, да, перевесили, и не приняты были эти правила. Что же сейчас вот будет с вашими предложениями, как дальше будет двигаться процесс? А на данный момент, после окончания заседания Думы, еще пока мне никаких, так скажем, распоряжений. Да, распоряжений пока не поступало, но на Октябрьскую Думу будем выносить. Снова. Пока еще не ясно, будут ли они дорабатываться, как-то эти предложения изменятся. Пока не ясно. И предложений-то не было никаких со стороны депутатов. Вопросы были, да, на которые вроде бы дали сразу тут же ответы, но тем не менее вот такое голосование. Да, Юля, мы не спросили, очень важно, кстати, поинтересоваться, а в общем и целом вот все эти предлагаемые изменения, они какого количества вообще объектов касаются? Есть ведь эти подсчеты? Домов, пятиэтажек, пересчитали их, со скольких вообще пятиэтажек в областном центре должна исчезнуть вот эта реклама? Ну, во-первых, мы начнем с того, что на те рекламные конструкции, на которые ранее были выданы разрешения... Или они вообще не подлежат у счету какому-то? Дома, дома у нас, по крайней мере, не учитываются. У нас рекламные конструкции учитываются. Вот я еще раз повторюсь о том, что на те рекламные конструкции, на которые выдано разрешение, и срок действия, после истечения срока действия этого разрешения, они подлежат демонтажу, и тогда на пятиэтажке больше не вернутся эти рекламные конструкции. В любом случае. Помните, когда мы говорили про Москву, говорили о том, что демонтировали в Москве, даже вот без предписаний, уже начали демонтировать власти самостоятельно, конструкции, которые сами собственники не демонтируют. Без разбирательниц каких-либо. Уже даже, вот сейчас, да. Мы в нашем эфире говорили, что сначала посылается уведомление, потом еще раз уведомление о том, что собственник должен его снять, потом штрафные санкции. Правильно я помню? По рекламным конструкциям определена процедура, законом 38-м рекламе. Там как раз таки распределено о том, что первоначально, да, конечно, необходимо владельцу направить предписание о демонтаже рекламной конструкции. Срок устанавливается в течение месяца с момента издания распоряжения. В случае, если распоряжение не исполнено, то есть конструкция не демонтирована собственником, и в случае, если рекламная конструкция размещается на муниципальной земле, либо на фасадах многоквартирных домов, то, соответственно, орган местного самоправления имеет право демонтировать рекламную конструкцию. Но в случае, если конструкция размещена на частной территории, будем так говорить, то мы обязаны направить предписание и собственнику объекта недвижимого имущества, на котором размещается рекламная конструкция. Нет, я еще раз повторю, что многоквартирные дома не входят в эту категорию. Речь идет о зданиях нежилого назначения. И после того, как собственник здания также не исполнил предписание демонтажа рекламной конструкции, тогда орган местного самоправления имеет право подойти и к этому объекту. Что значит подойти? То есть демонтировать. Демонтировать? За бюджетные деньги? Да. А потом эти расходы они обращают в собственник? Конечно, конечно. Дискиваются в судебном порядке. Так, ну давайте сейчас представим, что... Ну, мне понятно, что будет, если в очередной раз депутаты проголосуют против, да? А что будет, какая работа начнется с вашей стороны, в том случае, если они примут эти все-таки изменения? Что дальше это будет? Мы сейчас это вот предполагаем, да. С нашей стороны ведется полномерная работа по поводу проведения инвентаризационных работ, а именно наши специалисты выезжают и на территорию города фиксируют размещение рекламных конструкций, после чего рассматривают на наличие на каждую рекламную конструкцию разрешение. В случае, если разрешение отсутствует, то, соответственно, мы подготавливаем проекты предписанию демонтажа рекламных конструкций и непосредственно уже направляем данные предписания. После того, как предписание исполняется, то осуществляем работу по демонтажу. Это, во-первых. Во-вторых, также у нас есть статья 1437 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, которое говорит о том, что в случае, если рекламная конструкция размещена без разрешения на установку эксплуатации рекламной конструкции, то виновное лицо несет административную ответственность в виде штрафа. Вот, например, для юридических лиц штраф составляет от 500 тысяч до 1 миллиона. Но, как правило, практика нам показывает о том, что привлекает не юридическое лицо, а должностное лицо, и там, естественно, штраф меньше. Вот, кстати говоря, о штрафах тоже шла речь. И говорили о том, что в городах, где принимается новый дизайн-код и новые параметры рекламных конструкций, штрафы удостачаются. В этом отношении вы как-то работаете? По средствам наружной информации у нас как раз-таки идет привлечение к административной ответственности на основании 200-го законного области об административной ответственности. Но в этом случае необходимо вносить законодательную ответственность. Там же небольшие штрафы. Там небольшие штрафы, да. А по поводу кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ну, то есть, естественно, должен Российская Федерация на сети. Ну, то есть, в ОЗС вы пока не планируете вносить предложение о том, что необходимо поднять штрафы. А по рекламным конструкциям у нас и нет возможности поднимать штрафы. С этой инициативой городские депутаты должны выходить, если не ошибаюсь, на региональный парламент. Да, совершенно верно. Вы пока не предлагали. Я еще раз повторюсь, что на рекламной конструкции, на региональном уровне штрафных санкций нет. Нет. В общем, резюмирую. Если, да, опять же сейчас используем сослагательное наклонение, если эти все-таки изменения будут приняты, вы начнете работу, ну, такую инвентаризацию, да, смотреть, выезжать, где соответствует, где не соответствует. Как быстро, если будут приняты, эти правила вступят в силу? Еще раз повторюсь, что самый основной момент, который необходимо уяснить, о том, что на те разрешения, на которые выданы, выданы разрешения, на те рекламные конструкции, они будут подлежать демонтажу по стечению срока действия разрешения. А сколько там примерно еще в среднем действии? Так, ну, примерно до 2020 года где-то так. Ого! То есть весь 2019 год, в общем-то? 2019-2020. Просто еще как простому жителю хочется понять, да, как быстро они начнут исчезать. Да. Ясно. Ну, вот это все на самом деле действительно речь идет о новых стандартах городского устройства, благоустройства. Города по всей России сейчас принимают эти поправки к правилам благоустройства, и процесс, похоже, уже не остановить. Мы-то на самом деле вот здесь, я, по крайней мере, не знаю, Володя, как ты, я-то рада таким изменениям, потому что, конечно, нужно приводить в порядок город и делать его современным. Однако, конечно, я думаю, что представители рекламного бизнеса, прежде всего, производители вот этих всяких баннеров и счетов и прочего сопротивляются, и, наверное, интересы граждан здесь тоже нужно учитывать. Однако, если раньше вот эти конструкции зачастую были единственным источником какого-то экстра дохода для того, чтобы благоустраивать двор, подъезд и еще что-то, то надо теперь понять, что все-таки большие федеральные программы, комфортная городская среда и БКД, и проект поддержки местных инициатив, и много чего сейчас переходит на смену вот таким вот заработкам, жителям домов. И, наверное, надо взвешивать, что здесь все-таки ценнее. И, скорее всего, эти правила, Володь, мне кажется, все-таки будут приняты. Есть у меня такое ощущение. И следовать им придется. И просто нужно быть к этому готовыми. И прямо сейчас, собственно... Надо съездить, посмотреть просто в те города, которые где уже это реализовано. Съездить, съездить. Съездить надо. Выделить время и съездить. Я-то была однократно. Ну, хотя бы в Казани или в тот же Ижевск, или в те же Чебоксары. Ну, в Ижевске только-только еще работа начинала, помнишь. Совершенно верно. Но, тем не менее, работа начинала, работа уже идет. Надо просто это осознавать, посмотреть и взвесить свои доходы, расходы, как-то активнее в этом участвовать. И, кстати говоря, когда есть какие-то спорные моменты, моя рекомендация выслушивать все стороны. Не только управляющую компанию, не только город или бизнес, а все абсолютно стороны. И хорошо бы разбираться в бюджете своего дома и принимать в этом непосредственно активное участие. Все стороны. А вот по поводу общественности. Идут ли к вам обращения от горожан, по сути, по содержанию которых вы понимаете, возможно, что движетесь в правильном направлении? Вот те рекламные конструкции, о которых мы сегодня говорим, на пятиэтажках, хрущевках и так далее. Вот на них жалуются люди. В чем суть жалуются? Потому что мы пока что выслушали тех, кто тревожится, что вот снимут и доход потерят. А есть ли обращения противоположные? Снимите. От простых горожан. Да, конечно. К нам непосредственно в муниципальное казиночередение, городская реклама, поступает множество обращений. В том числе и в администрацию непосредственно. Также поступают обращения, целью которых является установление факта размещения закона, либо незаконной рекламной конструкции, как следствие, конечно же, просьба демонтировать ее. А как это бывает? Ну, человек пишет письмо. Он пишет обращение. В свободной форме излагает. Здрасте. Адрес такой-то, реклама такая-то. Вот у меня претензии к тому-то. Прямо так происходит? Прямо так и происходит. Совершенно верно. Да, чаще всего, конечно, фотографии прикладывают, и мы непосредственно, глядя на адрес указанного в обращении, осуществляем инвентаризационные работы, выявляем конструкцию, устанавливаем закон, она незаконная, ну и непосредственно опять предписание и так далее. Да, вспомнил. Сервис «Красивый Киров». Он тоже на это направлен, да? Совершенно верно. Анатолий Курбатов не раз об этом говорил. Но, кстати говоря, надо быть готовым к тому, что в следующем в очередь будет как раз информационная конструкция, потому что вывески у нас тоже размещаются кто во что, гораздо как фантазия у кого пошла. В нашем доме совсем небольшом тоже уже был конфликт по поводу вывесок, потому что первые этажи стали занимать магазинчики разнокалиберные, особенно те, что находятся в подвальных помещениях. Они стараются вынести как можно выше свои вот эти информационные конструкции, вывески, подсветить их так вот мощно или закрыть, например, окна. Причем была ситуация, когда закрыли, полузакрыли окно в подъезде, вот когда ты поднимаешься. Я тогда лично звонила в городскую рекламу и в теруправление, потому что мне не нравилось, что я иду по подъезду, а у меня тут полокна закрыто. А при этом хозяйка говорила, а что такого-то? Это же не в вашей квартире, ты понимаешь? Меня тогда это прямо оскорбило. Володь, ну что значит не в нашей квартире? Я живу в своем доме, и тут кто-то бац, вывешивает свою вывеску и говорит, да ладно, не на кухне же у вас, нам окно закрыто. И тут пришлось договариваться, разговаривать. Много было сопротивления на самом деле со стороны владелицы. Но ей пришлось услышать жителей, меня соседи поддержали. Ей пришлось услышать жителей и в этой части пойти нам на встречу. Но, кстати говоря, такая вот история, это еще история про добрососедство. И дальнейшие вопросы, которые решались у нас по дому, именно со стороны этого владельца, этого офиса, все время вызывали сопротивление. Он единственный, с которым мы все время сталкиваемся. С другими нет. Они быстро там выстраивают так свой дизайн или там свою работу, чтобы согласовать это все жильцами и не мешать. А вот этот человек единственный, который наоборот все время затягивает, задерживает, личный фактор тоже очень много играет. Но нам все-таки удается в конце концов договариваться, просто время тратиться. Мне вспоминается время, когда, ну не так давно это, кстати, было, когда идешь по нашему городу и видишь, не знаю, какое-нибудь золотишко рекламирует какая-нибудь голливудская звезда. И ты прекрасно понимаешь. Авторские права. Что это абсолютно незаконно. Если сейчас голливудская звезда об этом узнает, ну там разорит полгорода предпринимателей. Есть одна известная компания, которая золотишко продает, они вышли из этой ситуации уникальным образом, я тоже не знаю, насколько это. Они подбирают великолепных совершенно моделей, которые похожи на степени смешения со звездами. Тут не придерешься, это искусство, собственно, маркетинга. Это искусство. Это очень красиво. У них получается и такой собственный индивидуальный дизайн. Мы еще будем говорить о рекламе и о дизайне, и о вывесках. Процесс идет. Напоминаю, что 23-24 октября в нашем городе состоится первый Кировский урбанистический форум. Там многие вопросы, в том числе и по благоустройству будут рассматриваться. В ближайшее время, в течение недели, насколько мне известно, будет открыт сайт первого Кировского урбанистического форума, где можно будет посмотреть расписание секций, зарегистрироваться, прийти и поучаствовать в обсуждении различных проектов. Благодарим Юлию Двойнишникову, директор компании «Городская реклама». Первая часть дневного разворота завершен. Сейчас новости, тематические программы и реклама. Мы с Володей вернемся в начале следующего часа. Спасибо.